Уже более двух десятков стран закрыли свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Многие южнуральцы отменяют поездки в Европу и Азию. В турфирмы подают заявки на возврат денег. Подробнее в сюжете моего коллеги Егора Хвисюка. Мы планировали поехать с мужем, но это была мечта мужа. Однажды на своем день рождения он сказал, что хотел бы очень поехать в Прагу. И вот мы думали, что в апреле мечта осуществится. Карлов мост и Ватславская площадь так и остались для семьи Надежды Стельниковой недосягаемыми мечтами. Поездку начали планировать в конце января. В первых числах февраля оплатили полную стоимость путевки. Деньги немалые, в 80 тысяч. Начали разрабатывать маршрут по Праге. А уже 16 марта правительство Чехии запретило въезд в страну всем иностранцам. На наши даты вылеты все приостановлены и закрыты. На данный момент также приостановлен процесс выдачи визы. То есть мы визу не получили. И на данный момент у нас также нет информации точной от туроператора, от моего турагента о том, что нам будут какие-то возвращены денежные средства. Выбора у семьи нет. На работе сроки отпуска согласованы и его уже не перенести. В подобную ситуацию попали все южноуральские путешественники. Границы для въезда закрыли Германия, Кипр, Чехия, Польша, Словакия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и Италия. Туристы, которые планировали путешествия до объявления пандемии, пытаются вернуть деньги. И, как уверяет турагентство, операторы идут навстречу туристам. Но количество заявок просто не позволяет все сделать оперативно. Будут квалифицировать как форс-мажор, вероятнее всего. Соответственно, процедура, опять же, стандартная. Необходимо обратиться с заявлением тому агентству, с которым был заключен договор, кому были оплачены деньги. В связи с тем, что не оказана эта услуга, то есть не выполнен договор, соответственно, деньги должны быть возвращены. При форс-мажоре вернуть должны всю сумму. Исключить те стоимости могут лишь визу. Если ее успели открыть, услуга уже оказана. И пользоваться ей можно даже при отмене и переносе тура. По словам сотрудников туристических агентств, сейчас операторы находятся в сложном положении и несут большие убытки. Проблема стоит, по всей видимости, именно с оборотными средствами. Потому что возвратить нужно какую-то определенную сумму. Им тоже необходимо время. Либо они будут брать кредит, либо они будут возвращать деньги от своих партнеров. То есть здесь ходы совершенно разные. И по убыткам сказать очень-очень сложно. Прогноз убытков составил Всемирный совет по путешествиям и туризму. Президент Глория Гевара отметила, что количество поездок за рубеж сократится на четверг. При этом около 50 миллионов сотрудников турфирм могут потерять работу. Как это скажется на экономике Южного Урала, судить рано. Но специалисты уверены, локальный туризм в период пандемии начнет набирать обороты. Ведь по территории страны можно передвигаться беспрепятственно. А Челябинской области действительно есть чем завлечь туриста. Это Таганай, Тургаяк, Зюраткуль и другие достопримечательности.